МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Место, конечно, хорошее, красивое место, где мы находимся. Имеется вся инфраструктура здесь, школа, больница, магазин, сельскохозяйственно-производственное предприятие, клуб, церковь, свято-никольский храм. Там как бы место для все, что нужно для благосостояния населения. А вам за что это место нравится? Лично? Мне лично нравится то, что здесь проживает народ, который растеприимный всегда и добродушный. И красивое, конечно же, место. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во дворе гуси, кури у нас, овечки, конь, корова, поросята. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зачем вам такое большое хозяйство? Детям помогаем. Живым за счет хозяйства. Поэтому и большое держим хозяйство. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они волнуются, что так... Да, они боятся. Да, да, что прожить часы. Поэтому начинают разговаривать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, да, да. Ну, надо ж поговорить. Самое большее у меня Глаша. Это кобыла моя, которую я больше люблю совсем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, не знаю, что-то у меня раньше всегда были кони у нас, а потом купили кобылу. Вот мне она до души. Не знаю, нравится мне она. Глаша, Глаша, не бойся. Глаша моя, красавица моя. Ну, хорошая. Хорошая, Глашенька моя. Хорошая моя, красавица, да, Глаша? Хорошая, девочка, хорошая. Сейчас домой заберу тебе скоро. О, красавица моя, да, Глашка? Да, не знаю, кто там таки приехал к тебе. Ой, Глашуня моя. Не боись, не бойся. Не бойся, моя хорошая. Что-то? 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 Все хвостик. Ой, молодец. Делаю. Сейчас у меня есть заказ на розы, куст розы. Вот я их заготавливаю, их делаю. В отличие от настоящих, эти точно вечные, да? Ну, ну, как бы не вечные, вечного ничего не бывает. Ну, да, это долговечные. Я был в городе, шел, ну, у меня заказ, букет нес цветов. Обычно это весной там, в 8 марта, очень много. И я шел с этим букетом. Все говорят, о, какие красивые, где вы взяли? Тогда еще, ну, как бы еще с них лежал. Вот, я говорю, ну, пожалуйста, он их. Чуть не уронили. Он говорит, почему такие тяжелые? Потому что это железо. Ну, вот так вот делается. Во-первых, Телуша – это самый, наверное, спокойный поселок, да? Или сейчас вот агрогородок, в котором мы когда-нибудь жили. Иногда, знаете, что, выходишь и думаешь, ты, наверное, один на земле. То есть настолько спокойно, настолько тихо. Хорошие соседи такие, все здороваются, очень приятные люди у нас. Вот, поэтому Телуша – это тот такой вот рай, наверное, на земле, в котором мы оказались. Телуша – это тот такой вот рай, наверное, на земле, в котором мы находимся. Телуша – это тот рай, наверное, на земле, в котором мы находимся. Телуша – это старинная церковь, выполненная в старорусском стиле. Наследие великой фамилии известной Павла Аркадьевича графа Воронцова Вильяминова и его известной супруги Натальи Александровны Пушкиной, внучки известного русского гения Александра Сергеевича. Я заметил, что многие бабушки пишут Наталью Александровну в записках о здравии. Может, это совпадение, может, это изуважение, но это какая-то своего рода тайна. Тайна в том плане, что что-то такое вот есть в этом мистическое, такое духовное, такое радостное. А у нас сохранилось предание, что вот эти иконы – это великомучца Варвара с чашей. Вот. Ну и такие складни. Видно по самой вот этой вот ее деревянной структуре, что ей действительно может быть больше ста лет. Вот. Многие рассказывали, что, скорее всего, это пера Натальи Александровны Воронцовой-Вильяминовой, внучки Пушкина. Вот. И я верю этому. Дальше, как у нас открытыми. В церковь попал первый раз, считаю, что мало было, лет пять было. С дедом ездили, елочек насекли, в церковь привозили. Вот. Я уже внутри побыл в церкви. Ну, было красиво. Потолок был разрисован. Пол плиткой уложенный, ковровая дорожка из плитки. Я даже и бочеком скользил по этой плитке. Да, чтобы она еще стояла тысячу лет здесь. Чтоб ее не касались ни катаплизмы, ни беды. КОНЕЦ Некогда скучать. У меня внук, который ходит в четвертый класс. И занимаемся с ним постоянно. Так что я сама его кончаю в четвертый класс. Еще вечерами ходим по пятницам на дискотеку. Кому за 40, за 50 и за выше. А песни поете? Песни тоже поем. Хожу в Дом культуры, в коллектив Дубрава. Там поем и лирические, и народные. Разные песни поем. Ой, под вишенькой, ой, под дубчиком. Там гуляла девчина, ой, своим любчиком. Там гуляла девчина, ой, своим любчиком. Людям пожелаю, чтобы были здоровы в первую очередь. Чтобы побольше двигались, старались что-то делать в доме, за домом. И, конечно, общаться с друзьями. Это тоже много значит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Сегодня мы высаживаем аллею на месте трагедии, которая произошла 80 лет тому назад. 13 июля 1941 года немецко-фашистские захватчики расстреляли активистов и коммунистов в деревне Телуша. Чтобы сохранить мир на земле, нам надо быть дружелюбными, помогать друг другу, защищать природу. Быть нормальными людьми, нужно не воевать, за каждое заступаться. И тогда все будет хорошо? Да. Все будет прям отлично. Все будет прям отлично. В нашем музее я рассказываю про деревню Телуша. Наша деревня славится тем, что здесь проживали потомки Пушкина, то есть его внучка. Она увлекалась цветоводством, ее усадьба в округе славила своей красотой цветников и аллей. Сельчане знали ее как сердечную и чуткую женщину. Она хорошо рисовала, писала стихи. Вы останетесь в Телуша? Я не могу сказать, что я останусь в будущем, но я обязательно буду приезжать. Я ни за что не забуду эту деревню. Наша школа богата своими спортивными традициями. Дети нашей школы уже на протяжении, наверное, нескольких десятилетий занимают призовые места не только в районе, но и в области, и в республике. Привет! Как дела? Нормально. Расскажи, нам нравится ли тебе физкультура? Очень нравится. А что особенно нравится на физкультуре? Бегать и побегать. Мы бегаем и играем. Это весело? Да. Мне нравятся уроки физкультуры. Почему? Там можно прыгать и бегать. На уроке физкультуры я люблю играть у стафеты. Побеждать у них? Да. А если проигрываешь, то плачешь? Нет. Почему? Потому что главное не победа, а учащие. Все-таки самое главное, я думаю, что оздоровительная направленность для нас главнее. Но если какой-то ребеночек реализует себя, эту деятельность, это тоже будет только ему на здоровье. Видеть в них каждую личность. То есть не просто так, что он пришел. Видеть в них индивидуальность и работать на это. Видеть в них индивидуальность и работать на это. Видеть в них индивидуальность и работать на это. Видеть в них индивидуальность и работать в новых кон 46-х spine tall. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин